История казахско-индийских взаимоотношений В некоторые периоды истории правители и жители казахского ханства и средневековой Индии находились во враждебных отношениях, в другие периоды заметно их стремление к установлению дружественных контактов. Сегодня мы затронем тему совместной борьбы бухарского ханства и казахского ханства против правителей империи Великих Моголов. Это событие произошло в 40-х годах 17 века. Материалы письменных источников той эпохи говорят о значительной роли казахского войска Жангирхана в отражении экспансии Великих Моголов на аштарханитские владения бухарского ханства. Благодаря помощи казахов узбекские правители отразили поход индийских войск и сохранили свою власть в Балхе и в целом в Северном Афганистане. Казахское ханство вело активную внешнеполитическую деятельность в Центрально-Азиатском регионе и часто принимало участие в различных событиях региональной политики. В 16-х и 17-х веках одним из крупных государств Мавера-Нахра было Бухарское ханство, где сначала правили шейбаниды, а затем потомки астраханских ханов. Между Бухарой и казахским ханством вспихивали как и войны, так и заключались военные союзы для решения совместных задач. В целом, соперничество между шейбанидами и потомками Урусхана не было столь острым, как, например, между османами и сефевидами. В основном, стороны вели соперничество за обладание пресардаринскими городами, а простое население из числа узбеков и казахов продолжало мирно контактировать друг с другом, осознавая единство происхождения и общую культуру. После походов хана Таукеля и военных действий против Бухары хана Есима, Сардаринский регион остается под полной юрисдикцией казахского ханства. В результате, к середине 17-го века между правителями узбеков и казахов практически не было крупных войн. Стороны в это время пытались решать собственные военно-политические задачи. Казахи, в первую очередь, сосредоточились на борьбе с уэратами, а узбеки укрепляли свои владения на юге и юго-западе против сефевидов и потомков Бабура, управлявшей Индией и мечтавшей захватить области Мавиранахра. Но положение бухарского ханства к середине 17-го века не было стабильным. В 40-х годах этого столетия бухарское ханство столкнулось с междоусобицей и агрессивной политикой государства великих моголов, планировавших захватить часть территории Бухары. В этот период между бухарским правителем Абдуль-Азизом и казахским ханом Жангиром заключается военный союз для отражения походов Бабуридов в Мавиранахр. Эти данные подтверждаются сведениями из ряда источников. В том числе свои подробные записи об этих событиях оставил московский посол Анисим Грибов, который в 1646 и в 1648 годах ездил с дипломатической миссией в Бухарское ханство и Сефиритское государство. В своем отчете он сообщал об участии казахского хана Жангира в войне Бухары против индийских моголов. Кроме того, эти сведения имеются и в других источниках. Так автор Тарихи Кипчаки сообщает о войне против Бабуридов в казахских войнах. Согласно этому источнику, казахские правители принимали участие в войне бухарского хана Абдуль-Азиза против своего отца Надир Мухаммед хана и поддержавших его войск великих моголов и сефивидов. Этот поход, о котором известно из нескольких письменных источников, состоялся в 1648 году. Предыстория этих событий следующая. В 1646 году правитель Бухарского ханства из династии Аштарханидов Надир Мухаммад хан стал утрачивать свою власть и авторитет в Майеранахре. Против него восстали некоторые эмиры и несколько его сыновей. Один из них, Абдуль-Азиз, был провозглашен новым ханом, что было вразрез интересам его отца. В итоге, Надир Мухаммад хан был вынужден отступить за реку Амударья и укрепиться в городе Балх. Более того, для укрепления своей власти он обратился за помощью к Шах-Джахану, правителю империи великих моголов. Шах-Джахан отозвался на эту просьбу, посчитав это удобной возможностью для захвата Балхского вилаята и всех южных областей Бухары. Он направил сначала к Надир Мухаммад хану своего сына Мурад Бахша во главе с Большим войском, а затем сам отправился следом по Кабульской дороге. Об этом походе индийско-могольских войск на Балх есть сведения и в источнике сил Силат Ас-Салатин, автора «Мир Мухаммада Салима». Автор сообщает, что индийское войско через Кутвал и Гиндекуш достигло пределов Балха. Согласно указанному источнику, Бабуриды захватили Балх и Бадахшан и вывезли оттуда в Индию большую группу ученых, богословов и деятелей культуры. Приход индийских войск, однако, не укрепил положение Надир Мухаммад хана. В Тарихи Кипчаки говорится, что он узнал о тайных планах Шаха Джахана и, разуверившись в них, ушел к правителю сифитского государства Шаху Аббасу II. По сообщению автора сочинения Тарихи Муки Махани, Надир Мухаммад хана предупредил один из могольских эмиров, который сказал, что индийцы, они же тюрки-моголы, имеют намерение покорить Балхскую область и захватить самого хана, и что их помощь ложная. В свою очередь, правитель Персии Сифифит Аббас Шах II, так же как и Шах Джахан, надеялся установить свой контроль над Балхским вилаятом, или, по крайней мере, вернуть в состав государства город Кандагар, важный пункт караванной торговли. Поэтому он решил оказать поддержку Надир Мухаммад хану, дал ему войско и отправил его в Балх. В этих условиях правитель Бухары Абдаль Азиз хан осознал всю степень угрозы, понимая, что моголы могут захватить южные районы его государства и лишить его власти. Но он не обладал необходимыми для борьбы с противником ресурсами и был вынужден искать союзников среди соседних правителей. Автор Тарихи Кипчаки пишет «Абдаль Азиз хан созвал всех узбекских военачальников и полководцев и устроил великий Курултай. После совещания и гадания было решено, что без содействия казахских султанов эта черная напасть не будет отражена». Чтобы склонить к военному союзу казахов, Абдаль Азиз отправил в Ставку Жангирхана делегацию из числа знатных людей Маверанахра. Абдаль Азиз хан очень надеялся на помощь казахского хана Жангира, и его надежды не были безосновательными. В Тарихи Кипчаки сообщается, что бухарский хан получил военную помощь от казахского правителя, однако ее конкретная численность не совсем ясна. Так советско-казахский историк Вениамин Юдин, переводя текст источника, приводил следующую цифру. Узбеки и казахи устроили большое собрание. После совета 300 тысяч человек с одним лаком конных казахов повязали пояс для помощи. Из перевода этого сообщения можно сделать вывод, что казахов был один лак. По оценке Юдина это около 100 тысяч человек, но эти цифры являются значительно завышенными. Любая цифра в средневековых источниках в количестве 100 тысяч всегда имеет значение множество и не отображает реальную численность воинов. Не вызывает сомнения, что казахских воинов могло быть много, примерно несколько десятков тысяч человек. Помимо вышеуказанных источников, московский посол Анисим Грибов также писал о заключении военного соглашения между бухарским ханством и казахским ханом Жангиром. Согласно его записям, Жангир первоначально пошел войной на Абдаль-Азиз хана, но последний разделил свою армию. Одну часть бухарский хан оставил под Балхом, а с другой частью выступил против Жангира, навстречу его армии. Однако при участии Жалантос Бахадура, Абдаль-Азиз хан смог примириться с Жангиром и обе армии совместно выступают против войск бабуридов. Итак, Абдаль-Азиз хан, во главе большого войска, половину которых составляли казахи, направился в поход на Балх против войск индийской армии великих моголов. Автор сочинения Тарихи Муки Мхани об этих событиях писал, «Когда владычество индийцев над областями Балха достигло двух лет, высокостепенный государь Абдаль-Азиз хан, собрав войска Турана, перешел через Амударью и под вращающимся к куполам вселенной громко забил в барабан войны, заиграл на флейтах битвы и повел в бой против того коварного народа своих героев, злобных львов, сокрушающих вражеские ряды и храбрецов по лютости, подобных богу войны Марсу». Далее в источнике указывается, Абдаль-Азиз хан вместе с ханами Туркестана, знаменитым Жалантос Бахадуром и другими знатными людьми с двумя лаками кровожадных узбекских и казахских всадников переправились через Джайхун и подступили к областям, занятыми войсками великих моголов. В это время Шах Джахан отправил в район Балха своего сына Аурангзеба, последний выставил против Абдаль-Азиза и его союзников свое войско, численность которого, согласно Юдину, составляла примерно один лак, то есть 100 тысяч человек, но и здесь это количество может быть завышенным. Между противниками произошло ожесточенное сражение, которое заняло весь день, но не выявило победителя. Однако стороны продолжали вести боевые действия. В течение 50 дней между противоборствующими войсками произошло множество кровопролитных сражений, а из убитых образовались груды трупов. Казахские воины активно применяли традиционную степную тактику, они изматывали войска моголов, совершали рейды в тыл и нарушали их тыловое обеспечение. Узбекско-казахское войско перекрыло индийским войскам пути подвоза хлеба и подхода свежих войск. В результате в Балхе начался страшный голод. Поняв сложность положения войск Аурангзеба, правитель моголов Шах-Джахан приказал ему передать балхский вилаяд Надир Мухаммадхану и вернуться в Индию. Индийское войско, несмотря на преследование узбекских и казахских войск, смогло вернуться через перевал Гиндукуш в Индию. Все эти события также подробно описывал Анисим Грипов. Согласно его записям, бухарский царь Абдаль-Азиз и царь казачьей орды Жангир, подойдя к Балху со всеми своими ратными людьми, стали выше города на реке Дарье и благодаря своим действиям вызвали массовые болезни и голод в лагере моголов, а также совершали на них регулярные нападения, нанося противнику невосполнимые потери. Московский посол Грипов также подтверждает, что Аурангзеб оказался в Балхе в очень сложном положении и вынужден был искать перемирие с противниками. Несмотря на отступление Аурангзеба, объединенное узбекско-казахское войско продолжало преследовать его армию вплоть до границ Индии. Во время этого похода было убито множество могольских воинов, большая часть из них была захвачена в плен. Эти сведения во значительном количестве попавших в плен индийских воинов согласуются со сведениями автора Тарихиму Кимхани, который писал, «Со всех сторон узбекские и казахские всадники гнали перед собой, как овец, подобные волкам индийских гулямов и захватывали их, как добычу. Большинство из них продавали на рынках в Самарканде, Туркестане и Ташкенте». Так, одержав убедительную победу, Аштарханит Абдальазиз хан и их союзник казахский хан Жангир вернулись в свои владения. При этом, как сообщают источники, Абдальазиз вернулся в свою столицу в Бухару, а хан Жангир – в Ташкент. В итоге, как мы видим, казахские и узбекские правители неоднократно заключали военные союзы и действовали сообща, если это было в интересах обеих сторон. Но темой войны против великих моголов не исчерпывается весь спектр казахско-индийских взаимоотношений. На сегодня имеется ряд источников, которые еще полностью не исследованы казахскими историками, и где раскрываются аспекты тех или иных отношений между казахскими и индийскими правителями Средневековья. Надеемся, что в будущем будет проделана соответствующая работа, и мы увидим новые открытия в этом направлении. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok